Итак, дорогие друзья, сегодня мы начинаем с вами, приступаем к глагольной грамматике. И прежде чем я, собственно, начну рассказывать о временах, я хочу сделать такое небольшое, короткое видео предостережения. Предостережение против чего? Предостережение против того, чтобы вы в буквальном смысле сопоставляли времена русского и английского глагола. Это невозможно, потому что русская и английская глагольные системы устроены совершенно по-разному, и поэтому по форме русского глагола вы никогда не можете сказать, какая форма английского глагола вам нужна в данном предложении. Довольно часто мои ученики меня спрашивают, ну вот я сказал, она пришла, глагол стоит в прошедшем времени, следовательно, это past simple. Нет, никогда, ну то есть иногда да, но это все очень зависит от контекста. В английском языке это может передаваться, эта форма пришла в русский язык, она может передаваться разными способами. Давайте посмотрим основные характеристики английского глагола. Когда мы говорим об английском глаголе, мы, как правило, характеризуем его по двум категориям. Вот давайте у нас будет две такие шкалы или две оси, ось абсцисс и ось ординат. По оси абсцисс мы будем откладывать хронологическое время. С ним все понятно, в любом языке есть хронологическое время, настоящее, прошедшее или будущее. А по оси ординат мы будем откладывать типологию времени. То есть по типу действия, которое описывается, бывает четыре типа времени в английском языке. Это simple, continuous, perfect и perfect continuous. Соответственно, когда вы говорите об английском глаголе, вы всегда характеризуете его с помощью этих двух слов. Present simple, past continuous, future perfect и так далее. Таким образом, когда мы говорим о каждом из этих типов времен, о simple, continuous, perfect или perfect continuous, мы имеем в виду несколько ситуаций, которые описывает это время. И тут еще один очень важный момент нужно понимать, что в каждом языке, даже если эти названия существуют в этом языке, наполнение этого времени будет другим. Они будут отличаться. Например, в португальском или в испанском тоже есть perfect. Однако содержание этого perfect будет несколько отличаться от содержания perfect в английском языке. Поэтому, если вы какой-то язык уже знаете и начинаете учить другой, не переносите буквально значение одного языка в этом времени на значение другого языка в этом времени. Они могут... А этот объем и это содержание может варьироваться. Итак, давайте посмотрим, какое содержание закреплено за каждым из этих времен, типологически я имею в виду, на примере настоящего времени в английском языке. У нас есть present simple. Как правило, это дискретное действие, то есть состоящее из отдельных ситуаций, которые происходят периодически, с какой-то степенью регулярности. Поэтому в этом случае мы используем часто наречия регулярности, ну, например, наречия sometimes. А на самом деле весь ряд наречий регулярности от never до always может использоваться. Present continuous, как правило, передает, наоборот, непрерывное действие, которое протекает в какой-то настоящий момент, например, который мы можем характеризовать наречием now. Present perfect – это время, которое означает завершенное действие, которое уже завершилось к настоящему моменту и которое оставило по себе какие-то результаты, следы и продолжает оставаться актуальным. Мы об этом будем говорить, когда будем разбирать время present perfect. И характеризуется оно часто вот каким-то наречием завершенности, например, already – уже. И present perfect continuous – это время, которое обозначает ситуацию, которая длится уже некоторое время, и, как правило, мы это и обозначаем в предложении, то есть в течение какого времени развивается эта ситуация. Например, for some time. Таким образом, если мы пытаемся перевести русский глагол в настоящем времени, ну, например, возьмем глагол «играть» – «играю», то давайте посмотрим, какими вариантами он может переводиться. Мы можем переводить глагол «играю» – present simple, например, в предложении, когда мы говорим о какой-то регулярности. Скажем, я часто играю в шахматы, я иногда играю на фортепиано. Тогда это present simple. Мы можем переводить глагол «играю» – present continuous, например, если вы говорите «I'm now playing chess» – «я сейчас играю в шахматы». И мы можем переводить глагол «играю» – present perfect continuous, если вы указываете, в течение какого времени вы этим занимаетесь вот сейчас, к настоящему моменту. Например, вы можете сказать «I have been playing chess for two hours already». Я уже играю в шахматы два часа. И единственное время, которым вы не можете перевести глагол «играю» – это время present perfect. Почему? Потому что глагол «играю» – это глагол несовершенного вида. И никогда никакой глагол несовершенного вида в русском языке не переводится на английский язык present perfect. Для этого нам нужно поменять, для того, чтобы использовать present perfect, в русском языке у нас должен быть другой вид, у нас должен быть совершенный вид. Например, глагол «сыграли». Обратите внимание, что как только я поменяла вид у этого глагола, у меня автоматически поменялось и время. И формально теперь глагол «сыграли» – это глагол прошедшего времени. Хотя, если я говорю «мы только что сыграли партию в шахматы», то фактически это еще настоящий период времени. Мы только что закончили, мы сейчас, может быть, будем ее обсуждать и говорить о шахматах. И это как раз ситуация очень типичная для present perfect. Однако, формально, русский глагол в этом случае стоит в прошедшем времени. Таким образом, русский глагол в прошедшем времени может, первое, переводиться present perfect. Однако, не только. Он может также переводиться past simple. Например, если я говорю «мы вчера сыграли партию в шахматы», это означает, что я указываю на время в прошлом. У меня есть наречие «вчера». И в этом случае у нас, конечно, время будет past simple. We played. И, наконец, мы можем переводить этот глагол past perfect. Если я указываю на какое-то соотнесенное время, до которого это событие уже произошло. Например, я говорю «мы уже сыграли несколько партий в шахматы, когда он приехал». То есть, к моменту, когда он приехал, мы уже сыграли. Таким образом, когда вы ориентируетесь на русский глагол, вы не можете непосредственно по форме глагола угадать или понять, какая форма должна у вас быть в английском языке. Первое. Форма в английском языке, на нее указывает несколько аспектов в русском языке. Какие это аспекты? Это, конечно, форма глагола. Второе – это вид глагола. И третье – это наречие. Вы видите, что во всех случаях мы учитываем три фактора. Форма глагола – настоящее, прошедшее время. Вид глагола – совершенный, несовершенный. И наречие, которое используется. То есть, если есть наречие already, то глагол сыграли мы переводим present perfect. А если, например, есть указание на время в прошлом и на речи yesterday, то мы используем past simple. Однако, это еще не все. В русском языке у нас бывают еще другие способы выражения разных времен. Например, у нас в русском языке есть такая пара «иду», «хожу» для настоящего времени. И, скажем, форма «иду» чаще будет соответствовать continuous. Я сейчас иду, например, в школу или в университет. А «хожу» она, скорее, чаще будет соответствовать simple. Я хожу в университет, скажем, каждый вторник. Кроме того, у нас бывает вот такой, например, вариант выражения continuous. Я сижу, сижу, жду, жду. Вот повтор, передающий такое длинное занудное действие. Тоже довольно типично для русского языка. И, конечно, надо не забывать, что в русском языке у нас очень богатая система аффиксации. То есть у нас очень много суффиксов и аффиксов и префиксов приставок. И они, конечно, очень сильно видоизменяют глагол и добавляют какие-то значения, в том числе, которые в английском языке будут переводиться разными временами. Ну, например, мы можем сказать, у нас есть приставка «за», которая означает такое действие, переходящее в утомительное. Например, я засиделась, я заждалась тебя, ты засмотрелся на него, то есть перешел какую-то уже границу, делаешь что-то слишком долго. Или, например, наоборот, у нас есть приставка «по», которая означает временный характер действия. Я хочу поиграть, мы хотим погулять. Таким образом, постулат из этого всего, когда вы пытаетесь мысленно, а мы все равно, у нас основной механизм порождения речи на иностранном языке, это механизм перевода с родного языка, от этого никуда не денешься. Самый частый вопрос, который задают мне мои ученики, это вопрос «а как будет?», «а как будет?» и дальше что-то. То есть они мысленно формируют какую-то фразу на своем родном языке, на русском, и потом только ищут эквивалент на английском. Так вот, не ищите эквивалент строго по форме русского глагола, ищите эквивалент по совокупности факторов в русском предложении. Ну, а наполнение каждого конкретного времени мы будем разбирать в следующих видео.